Студия Позитив и фирма Ньютон представляют Илья Олейников и Юрий Стоянов в программе Городок Здравствуйте, дамы и господа Привет! Как вы думаете, два года это много или мало? Ну, во-первых, это очевидно очень грустно Видите, у нас сидят два таких маленьких, замечательных пацана Совершенно случайно, одному из них сегодня исполнилось два года И совершенно случайно его зовут Юра И второму исполнилось два года А его зовут Илья Его зовут Илюша Вот, видите? Вот Ну, конечно, глядя на этих мальчиков, понимаешь, что два года это, конечно, не срок Нет, это совершенно не срок А глядя на тебя, понимаешь, что это очень большой срок Аналогично Аналогично, вот смотрите Вот скажи что-нибудь Ну, Илюшенька, скажи что-нибудь радостное Радостное, скажи что-нибудь Юрий, ну, скажи что-нибудь О, не может Юрий, не может Юра, не может ничего сказать Юра, теперь ты скажи что-нибудь радостное Радостное Радость Вот, видите, какая разница? А ведь ему тоже всего два годика. Мне же тоже всего два годика. Точнее, не мне, а... И не мне, а просто нашему городку. И нашему городку. Это мы так ненавязчиво пытались вас подвести к тому, что передача «Городок» сегодня исполнилась два года. Но за это время в нашем городке произошло такое огромное количество событий. Событий, которые может пережить либо одна огромная страна, либо человек... ...который прожил огромную жизнь от рождения и до окончания нашей передачи. Слава Богу! Идите к мамаму своим и папам. Браво! 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 Спасибо! 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 И... А может быть, все-таки лучше к девочкам моншерами, а? Ну ладно, Ржевский. Ну, прошу, прошу. И после вас, коронет. Нес. Просим. 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 Ну, еще. Еще чуть-чуть, Ржевский. Руку, коронет. Ну, что же вы? У нас еще есть время вернуться к девочкам. Да ну, какие девочки, Ржевские? Моншерами, пожалейте меня. Коронет, я старший вас позвоню. Я приказаю остановиться, Коронет, не страшно. Хватит ныть, Ржевский, хватит ныть, бого, в конце концов. А-а-а! Constitution! А-а-а! Страшно! Страшно! Ой, Ржевский, дружище, белая ночь! Ха-ха! Ты глянь, какая красота внизу! На хренаж мы сюда поднимались! И где там внизу так красиво? Вот такой, собственно, объект. И запомните, товарищи практиканты, что самая главная настройка – это соблюдение правил техники безопасности. Обязательно носите каску. Обязательно. Вот у нас тут года два назад был такой случай. Два практиканта, два хлопца. Вот так шатались по стройке. Один был в каске, другой – без. Упал в них сверху шлакоблок. И вот этот, который был без каски, того в больницу увезли. А хлопчик, который был в каске, он улыбнулся и пошел. Зазнавая этого хлопца, блин, до сих пор ходит в каске и улыбается. Здравствуйте. Скажите, у вас торт можно заказать? Угу. Да, значит, я тут принес планчик специальный, чтобы было все так, как я нарисовал, это важно. Значит, смотрите, торт должен быть такой коричневый, такой весь коричневый. Ну, там птички, там дерево можно, там солнышко нарисовать, немножечко этих лимонных долечек по бокам. Спасибо. И самое главное, здесь должно быть написано белым кремом юзику в 63-летие от друзей. Самое главное. Сколько юзику? В 63-летие от друзей. Через сколько мне прикинь? Через два часа? Спасибо. Здравствуйте, еще раз. Как там с тортом, что? Юзику? 63. Ой, какая красота. Вам завернуть? Не, не надо. Я его здесь кушаю. Ивано. Я. Почему? Шапки. Почему? Шапки. Иванов. Я? А, почему без шапки? Ну что, Федя, идти, твою мать, опять почему в шапки, почему без шапки? Ну, что такое? Что ты повод не можешь найти, тебе надо солдата наказать, найди повод. Скажи ему, боец, принесите водички. Он тебе приносит водичку, простую, а ты ему, почему она не газирована? Тогда уже долгуха, ну и так дальше ты там знаешь, иди действуй. Нет. Иванов. Ну, господин, мне водичка принеси, попейте. Ну, господин, мне водичка принеси, попейте. Пошу, шапки! Ха-ха-ха-ха! Вы хотите все это иметь? Вы хотите видеть все это у собья дома каждый день? Угу. Внимание! Эти и другие продукты вы можете сфотографировать на память вашим отечественным фотоаппаратам смена. Год 1880-й. Россия Симбирск. Илья Николаевич Ульянов застал своего сына Владимира Ильича за курением папиросы. Юный Ленин дал обещание не курить. Потом он давал еще много разных обещаний рабочим и крестьянам, но выполнил только первое. Ленин. Всемирная история курения. Сберкасса номер два. Илья Николаевич Ульянов застал своего сына Владимира Ильича. Жена дома. Муж командировки. Ну, в общем, я купил приспособление американское такое. Пояс верности. Знаешь, вот так вот одевается. Че есть такой? Да, нифига себе, как в средневековье. Ну да, я для нее купил. Ты даешь себе. Да. Сенечка. И там, значит, замочек и ключик. Ну, а че ты мне объяснил? Ну, я боюсь его потерять, понимаешь? Сенечка, можно я его тебе оставлю, пока приеду? Отдавай ради Бога. Семен, ну, я. Закалкивай мне, Бел. Сеня. Иди, как за каменной стеной. Ну, вардераму. Давай, тебе счастливо, звездик. Сенечка, я в руку. Да. Благодаря. Давай, пока. Заходи. Закалкивай мне, Игорёшка. Ё-моё, ну ты даешь. Ты ж не тот ключ оставил. Заварю-ка я чефье. Мне бояться некого, Богу душу, миру мир, ну а зэку зэкова. 41-й, открывай, иди, твою мать. Кто там? Кто? Папа пойду, а кто? Обед. Еще, 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 еще дай мне. Что такое вот это? Боржи, иди, твою мать. Ты пользуешься. Где мясо? Где мясо? Мне положено мясо! Положено. Ешь. Оно не положено! Мне положено. Не ешь. Мы приглашаем вас на вернисаж, посвященный двухлетнему юбилею нашего городка. Шишкин, голубые ели. Введите Бетховида. Герасимов, Ленин слушает Бетховен. Дамы и господа. В наших ужасах воспитывается уже целое поколение маленьких горожан. И сейчас вот Юрик. Юрочка. Юрик. Юрик. Покажи. 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 Покажи ужас. Покажи. Напугай. Товарищ подполковник. Здравия желаю. Разрешите. Здорово. Слушай, привет. Прапорщик. Хорошо, что ты встретился. У меня тут деньги кончились. Может, тысяч двадцать до полуточки подкинешь меня? Товарищ подполковник, господи боже мой, да ради бога, вот последний истратил. Товарищ подполковник, а разрешите совет дам? Да ну что мне совет? Мне деньги нужны, совет. Очень хороший совет. Ей богу, из личного опыта. Ну давай, давай. Вы вот сейчас домой идете? Ну домой я думаю. Значит, придете домой. Там, жена на кухне, не знаю. Тихонечко, на цыпочках, так сзади к ней подкрался. Руку на бочочек, шейку поцеловал, ушко так погладил, волосики, обнял ее, прошептал, она вам все деньги сама отдаст. Из личного опыта. Ну ты прапорщик хитрец. Ладно, иди. Да ладно, иди, иди. Ну, служу товарищу подполковнику. Всего вам доброго. Господи боже мой, дай вам Бог здоровья. Не уходи, побудь со мною, я так давно от тебя. Огневой. Ну что, прапорщик, опять деньги кончились, да? Убитка. Василий Иванович! Да? Сейчас, сейчас, пек, ты? Я! Сейчас, погодь, сейчас, погодь, чуть-чуть, чуть-чуть, погодь, но мне, я же сказал, погодь, чуток, ну... Ну, можно? Да. Здоров, командир. Два слова, слышишь? Давай садись, поговори. Пока. Движ командиру пришел, как отцу родного. Василий Ах, просьба. До себя, я тебе сказал. Садишься. Снял. 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 Слушай, как? Нормально сиди. Удобно сиди. Удобно. Ну, посмотрите, табуретка вот такая. Ну, табурет. Давай. Василий Иванович, слушай. Ну, давай, давай. Шпарь. Шпарь. Ты извиняешь. Да ничего. Извиняй меня. Не обидишься? Нет. А ты скажи, не обижусь. Не обидишься. Все. Василий Иванович, что дело такое? Я твои галифе, вот эти новые, парадные, взял на танцы. Ну, бывает. Перед отъездом на родину просто Мария зашла в гости к Ивану Голубкову. Посидели, поговорили. Халявщица ты, Мария. Си. Си. Выпивали, как водится. А на утро Мария пригласила Ивана на танец. Буэнос диас, Хосе Игнасио. Если бы меня видели, мои кореша. Мучас грасцио, хулевый глядсиас. Моя семья. Аминь, амбакапут. Ни за что бы не поверили. Ну, просто фантастика. Фантастика. АО на три буквы. Дамы и господа. Откроем вам секрет. Оказывается, самый крутой прикол в нашем городке – это съемки самого городка. Итак, впервые скрытая камера городка против Стоянова и Олейникова. Была у нас в одной из старых передач такая антиреклама. Посмотрите. Дихни. Чего? Дихни, я сказал. Ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Лосьон свежесть. Устойчивый. Неповторимый. Вкус. А теперь посмотрите, как тонко Стоянов обестает Олейникову, как к тому правильность реагировать на вспыхнувшее дерево. Ты головой дернешь. Ну, как я же углеваю. Ты стоишь, смотри. Вот ты делаешь. Ты смотри, ты говори. Дерни. Фигня! А надо делать вот так. Вот махни рукой на меня, смотри. Полностью отыграть, всем телом. Я без тебя сделаю. Сюда, сюда больше. Вот, вот, вот здесь, Юра, вот. Ну, давай, любимый, давай. Можешь, да? Пляска святого Вита. Паралитик. Старый еврей, узнавший о бомбежке Телевик. Пишем. Что, Илья? Ну, что ты не можешь делать? Засредоточься. Пиши, сейчас я делаю. Ты очень формально это делаешь. Смотри. Ну, Илюха, ну, е-богу, смешно. Смотри. Вот я стою, смотри. Вот. А! Сейчас еще это. Пуравечку сделаем, она хорошо тут. Пишем. Бах! Плохо. Сильнее надо, еще сильнее попробуй. Дай. Аккуратно. Дай бисквит, сейчас просто. Это идея. Пишем? Да, да. Бах! Бах! Не-не-не, мы с тобой оба идиоты, пошли отсюда. Я смогли, не-ка, пошли. А теперь посмотрим, чем окончились режиссерские поиски, окропленные бутылкой бензина. Дыхни! Уа! Стоп, еще раз, еще раз. Нет, она не горит. Ну-ка, дыхни. Дыхни, я сказал. Уа! Уа! А вы, кем у нас работаете? Министром культуры, товарищ Сталин. Пока. В одном нашем давнем анекдоте про министра культуры, обратите внимание, Сталин курит трубку. Видите? Ну, а сейчас вы узнаете, сколько времени понадобилось Сталину для того, чтобы эту трубку прикурить. А вы, кем у нас работаете? Министром культуры, товарищ Сталин. Оба**лись вы, товарищ Сталин. Нет, бывает. А вы, кем работаете у нас? Министром культуры, товарищ Сталин. А вы, кем у нас работаете? Министром культуры, товарищ Сталин. Да елки, парень. Одна наша февральская мужская такая передача начиналась с того, что Стоянов очень по-каратистке разбивал кусок пенопласта. На самом деле, сверхлегкий пенопласт разбивался не по-каратистски, а по Стояновски. Я! 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 Потому что ты там держишь. А это фрагмент нашего анекдота из жизни коммунальной квартиры. Ну, пьем, пьем. Ну, сейчас, 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 мои хорошие. Тоня! 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 Итак, как видите, задача была простая. Попасть с двух метров в бутылку башмаком. Ну, я вам сейчас покажу. Тоня! Замачивайся. Тоня! 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 Вот, давай, тащи. Ну, давай, давай, тащи. Что ты сейчас зацелился? Вот там, там, скажите. Да вот она! Ту-ля! Ничего! Что, ты что, писал, что ли? Ну, давай, давай, значит. Все, может. Подожди. А ты пишешь, да? Я не понял, ты что, снимаешь это все? Ну, все, не надо. Поехали. Ну, что, пацаны? По пять капель. По пять капель. Илюша, Илюша, плачь. Илюша, давай, давай. Ну, что ж ты плачешь? Нам же сегодня два года. Нам сегодня два года. Вам же сегодня по два годика. Ну, Юрий, давай, выпьем. Нет, все-таки два года это очень грустное событие. ПЕСЛАНИЛЬИ. ПЕСЛАНИЛЬНЫЙ doesn't… Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон»